В истории авиации, как и в истории человеческого общества, одни поколения машин сменяют другие. Но фундаментом, с которого начинается взлет любого российского самолета, была и остается авиационная наука и ее сердце – Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ. ЦАГИ – это государственный научный центр Российской Федерации, золотой фонд российской науки. В институте сосредоточено уникальное по своим возможностям и составу экспериментальная база, которая работает в интересах российской авиационной и ракетно-космической промышленности. Уникальные инженерные сооружения ЦАГИ – аэродинамические трубы. По масштабам и мощности их можно сравнить только с гигантскими установками для исследований в ядерной физике. Здесь моделируются условия полета в воздушной стихии. Исследования моделей позволяют предсказать поведение самолета или вертолета в небе. Каждое из рожденных в конструкторских бюро машин проходит долгий путь испытаний в институте. Идет подготовка к очередному эксперименту. В специальной установке монтируется модель части фюзеляжа и двигателя новейшего пассажирского самолета «Суперджет». Исторически так сложилось, что в нашей стране ЦАГИ отвечал на три главных вопроса. Что делать, когда делать и как делать. То есть, какую создавать авиационную технику и как обеспечить необходимые летно-технические характеристики. Готовы? Эксперимент начинается. Сменное устройство с моделью перемещается в трубу Т-128. Это одна из крупнейших в мире трансзвуковых аэродинамических труб. Ее уникальные системы создают воздушный поток, соответствующий скоростям от 150 до 1700 км в час. Давление измеряется одновременно в 1500 точках модели. Исследования позволяют предупредить критические режимы, увеличить крейсерскую скорость магистральных пассажирских самолетов, повысить их аэродинамическое качество. Здесь, в ЦАГИ, в конце 20 века родилась одна из перспективных аэродинамических идей – крылья со сверхкритическими профилями. Мы изготавливали специальные модели крыла. Эти крылья продувались в аэродинамических трубах ЦАГИ. В них вносились изменения. И в конце концов рождалось то крыло с соответствующим набором профилей, которое ставилось на реальный самолет. Результат был поразительным. Новые профили почти на четверть уменьшили сопротивление самолета и расход топлива. Они использованы в пассажирских Ту-204, Ил-96-300, тяжелом транспортном Ан-124 «Руслан». С работ выдающегося русского ученого Николая Егоровича Жуковского началась в России авиационная наука. Жуковский построил первые в России аэродинамические трубы. Вместе с молодыми инженерами проводил эксперименты, изучая на моделях, как ведет себя летательный аппарат в полете. Его ученики из кружка воздухоплавания вскоре станут известными конструкторами и учеными. 1 декабря 1918 года согласно постановлению советского правительства в Москве на улице Радио начал работу уникальный для России Центральный аэрогидродинамический институт. Уже через несколько лет были созданы первые аэросани и первый экспериментальный самолет. После смерти Жуковского институт возглавил его ученик и соратник, выдающийся механик Сергей Алексеевич Чеплыгин. Институт стремительно рос. Строились мастерские и опытный завод, специальные корпуса для аэродинамических труб. По проекту Андрея Туполева построен гидроканал для водных испытаний. В то время в ЦАГе самолет проходил все этапы своего рождения, от первых конструкторских разработок до превращения в готовую машину. В секции испытаний материалов разработан аналог дюралюминия – кольчуг алюминий. Андрей Туполев немедленно использовал этот материал в своих новых проектах. В 1926 году завершилось создание крупнейшей в Европе трубы Т1-Т2. Испытания в новых трубах открыли путь к созданию целой серии машин конструкции Туполева – разведчиков, истребителей, бомбардировщиков. Всего лишь за десятилетия в разоренной революции и гражданской войной стране возник мощный центр авиастроения – ЦАГи. Машины из дерева и тканей уступали место цельнометаллическим. Те, в свою очередь, сменились конструкциями из новых материалов. И каждый этап вписывал новую страницу в науку о прочности. Сейчас в зале статических испытаний «Сухой» – Суперджет-100. Исследование материалов, элементов конструкции, испытания самолета на статическую прочность длится несколько лет. Это обязательное условие надежности будущей машины. Мы нагружаем все агрегаты до 100%, выявляем ошибки, которые сделаны конструктором, и лечим эту конструкцию для того, чтобы он выдерживал 100% нагрузки. И даем сертификат. Чтобы понять, остается ли в конструкции излишний вес, на последнем этапе испытаний агрегаты или весь летательный аппарат доводят до разрушения. Только так можно с абсолютной точностью определить оптимальное сочетание легкости и прочности. Сегодня в авиастроение активно внедряются новые сплавы и композиционные материалы из высокопрочных углепластиков. Тем важнее проверка их в условиях длительных нагрузок. Второй экземпляр опытного самолета испытывается на ресурс. Что это означает? Там не ломают самолет, там создается типовая программа, как он летит, разбегается, стоит на полосе и ожидает, потом взлетает, потом попадает в турбулентность. Специальная аппаратура, постоянно нагружая все элементы, ускоряет старение машины. Так выясняется живучесть машины и долговечность работы каждого агрегата. Ни один новый самолет не может взлететь или быть списанным без заключения отделения прочности ЦАГИ. В этом гарантия надежности Воздушного флота России. С каждым годом советские самолеты летали все дальше, все выше, все быстрее. В 30-е годы 20 века весь мир восхищался перелетом Валерия Чкалова в США через Северный полюс на самолете Туполева АНТ-25. Еще один советский экипаж Михаила Громова, пролетев без посадки по маршруту Москва-Лос-Анджелес, установил мировой рекорд дальности полета по прямой. А в Москве конструктор Черемухин на вертолете ЦАГИ-1ЭА поднялся на рекордную высоту — 605 метров. Это было время рекордов, но они не рождаются случайно. Самолеты Туполева, Поликарпова, Ильюшина выросли из идей, которые обсуждались на семинарах теоретической группы Сергея Алексеевича Чеплыгина. В 1933 году торжественно отмечали 15-летний юбилей института. Это был триумф аэродинамической науки, праздник всей страны. Но для создания новых машин нужна была новая экспериментальная база. Ее возвели буквально за несколько лет под Москвой, в бывшем поселке Стаханово. Теперь это город авиации — Жуковский. Построенный даже сегодня поражает своими масштабами. Аэродинамические трубы, где мог испытываться в натуральную величину средний бомбардировщик, комплекс установок для исследования прочности, трубы больших скоростей, специальная 105-я труба для изучения поведения самолета в вертикальном потоке. Она сыграет серьезную роль в борьбе со штопором, а позднее станет одним из важнейших инструментов в исследовании аэродинамики вертолета. Уже в 30-е годы возникла теоретическая вертолетная школа ЦАГИ. Из нее вышли знаменитые конструкторы Михаил Миль и Николай Камов. Сегодня в лабораториях ЦАГИ, в тесном взаимодействии с отечественными конструкторскими бюро, рождается облик современных вертолетов. Фюзеляжи с минимальным лобовым сопротивлением, новые винты с улучшенными профилями лопастей. Они позволяют увеличить крейсерские скорости, дальность полета и нагрузку новых машин. С конца 40-х в институте проводились испытания моделей вертолетов разных схем. Учеными разработаны основные принципы теории несущего винта. Мощный толчок развитию вертолетостроения дали исследование аэродинамических профилей несущих винтов. В результате в небо взлетели удивительные машины. Самый массовый и распространенный в мире транспортный вертолет Ми-8. Боевые вертолеты морской авиации К-15 и К-25. Вертолет К-50 стал самым быстрым среди новых боевых вертолетов мира. В государственных испытаниях К-50 и Ми-28Н по совокупности характеристик опередили лучшие боевые вертолеты мира. Осенью 1941 года ожесточенные бои развернулись на подступах к Москве. Гитлер приказал разрушить столицу советской страны силами авиации. Все для фронта, все для победы. С началом Великой Отечественной войны усилия ученых ЦАГи направлены на совершенствование советских серийных самолетов, Улучшение аэродинамических характеристик дало удивительный результат. Без коренных изменений в мощности моторов или конфигурации самолетов скорости наших истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков возросли на 40-50 км в час. Специалисты ЦАГи провели испытания реактивных снарядов для «Катюши», добились увеличения кучности в поражении целей, предложили оптимальные варианты корпусов для торпедных катеров и военных кораблей. Но главное – идеи, рожденные в ЦАГе, позволили конструкторам создать новые самолеты. К середине войны эти машины обеспечили советским военно-воздушным силам превосходство в дальности полета, в скоростях, высотах и боевой эффективности. Советские летчики опровергли легенду о непобедимости фашистской авиации. Еще в довоенные годы будущий академик Сергей Алексеевич Христианович написал статью «Обтекание тел газом при больших дозвуковых скоростях». Эта работа сыграла важнейшую роль в дальнейшей борьбе за скорость. Истребители все ближе подходили к скорости звука. В результате стало понятно – максимальную скорость могли обеспечить только крылья новой формы. Они изучались в экспериментах на моделях. Впервые в мировой практике ученые ЦАГе осуществили в эксперименте непрерывный переход к сверхзвуку. С помощью перфорации удалось регулировать скорость воздушного потока. И вот первый успех. При стреловидности крыльев 35 градусов истребитель МиГ-15 приблизился к скорости звука. Стреловидность увеличена до 45 градусов. В полете со снижением экспериментальный истребитель Ла-176 впервые преодолел звуковой барьер. Наконец победа! Серийный МиГ-17 преодолел этот барьер в горизонтальном полете. Но скорость выявила и крайне опасные явления. Флаттер, который, казалось, был побежден в предвоенные годы, возникал неожиданно и легко превращал прекрасную машину в груду обломков. Опасные колебания разрушали шасси при посадке и взлете. При больших скоростях терялась устойчивость самолета. И снова специалисты ЦАГи вышли победителями. Исследования Струминского, Красильщикова, Дородницына, Келдыша и Никольского создали фундамент для успешного практического разрешения этих проблем. Параллельно шли исследования крыльев другой геометрии. В середине 50-х конструкторы ОКБ «Микояна» выбрали совместно с ЦАГи другую форму – треугольное крыло. Так родился МИГ-21. ОКБ «Сухого» запущены в серийное производство оба варианта – стреловидный и треугольный. Су-9 стал перехватчиком, а Су-7 – фронтовым ударным самолетом. Как всегда, новые пути в авиации прокладывала работа с истребителями. Стреловидные крылья освоили конструкторы тяжелых и стратегических бомбардировщиков Ту-16 и Ту-3М. Но сверхзвуковые скорости боевой авиации ухудшили маневренность машин и резко увеличили дистанцию при взлете и посадке. Путь, который мы предлагали для нашей промышленности – это использовать извиняемую геометрию. То есть сделать так, чтобы крыло на взлете и посадке имело минимальную стреловидность, близкую к нулю, имело большое удлинение, имело хорошую механизацию крыла и, следовательно, обладало высокой подъемной силой. При этом, поворачивая крыло где-то в районе 45 градусов, мы обеспечивали самолету хорошую дальность самолета.